Стоимость нефти недолго будет находиться на уровне ниже 100 долларов за баррель. Такое мнение высказывают международные эксперты в статье по теме, которую публикуют Казинфорум. Несмотря на все разговоры о падении цен на черное золото, говорится в материале, ситуация свидетельствует о том, что в действительности на мировом сырьевом рынке мало что изменилось, и цены вскоре станут опять высокими. Как подчеркивают специалисты, несмотря на то, что с июня стоимость контрактов на поставки в следующем месяце нефти Brent упала на 25%, до 86 долларов и 3 центов за баррель, по результатам торговой сессии стоимость контрактов на 2020 год также осталась на уровне 91,53 долларов. При этом эксперты иностранных банков и инвестиционных компаний сообщили, что цены на нефть до 100 долларов вырастут еще задолго до 2020 года. Разоткровенничалась. Необычная беседа состоялась у медиков Восточного Казахстана с первым заместителем министра здравоохранения и социального развития Солидаткой Ирбековой. Газета «Время» рассказывает, что главный медик страны открыла всем глаза на то, что в области ежедневно впустую тратят свыше 3 миллионов тенге. Именно такую сумму выделяют на суточное содержание пустующих коек в больницах области. Во время визита на восток страны чиновница указала главным врачам на их непомерное расточительство. Так, в лечебных учреждениях региона 450 коек оказываются невостребованными. Ежедневно на каждую из них из бюджета поступает примерно 9 тысяч тенге. И если посчитать, то, по словам вице-министра, страшная сумма получается – более 3 миллионов тенге в год. В качестве решения гостья предложила главврачам сократить число коек или уменьшить время пребывания пациентов в стационарах, чтобы не заставлять людей чаще болеть для решения финансово-врачебной дилеммы. Группа «Пинг Флойд» спела об Орале, пишет Экспресс-К. В новый клип группы на композицию громче, чем слова, войдут кадры съемок засыхающего моря. Главный посыл клипа будет заключаться в том, что человеческие поступки говорят больше, чем слова. Клипмейкеры отмечают, что знакомы с проблемами Орала, и когда режиссер рассказал свою идею участникам группы «Пинг Флойд», то сразу получил поддержку. К слову, в клипе можно будет увидеть два поколения казахстанцев – молодое, которое никогда не видело Орала, и Аксакалов, рассказывающим внукам, каким было это море. Участники группы «Пинг Флойд» также появятся в клипе. Правда, отсняты они были в Британии. Казахстан в последний раз они посещали в 1998 году.